На соревнования в курортный поселок Витязева прибыли сильнейшие волейбольные команды таможенников. Они представили Южный, Северо-Западный и Центральное таможенное управление России. В соревнованиях также принимают участие представители Центрального аппарата Федеральной службы. Это только один из спортивных видов, который вошел в целый комплекс спортивных мероприятий, посвященных юбилею. В спартакиаду таможенных органов входит 7 видов, по которым таможенные органы принимают участие в таких соревнованиях. Это и рукопашный бой, и мини-футбол, и волейбол, который проводится на Анапской изболе уже второй раз. Замечательное место. Есть что показать, во-первых, в неспортивное, так сказать, время. Объекты оборудованы очень качественно. Это очень дорогого стоит. В числе почетных гостей – заместитель председателя Всероссийского общества «Динамо-20» Валерий Меринов. Более 16 лет он курирует направление спортивной деятельности в таможенных органах. Как признается сам, в некоторых видах спорта таможенники по показателям превосходят другие силовые структуры. Нашим таможенникам нужно уметь защищать себя. Поэтому у нас один из наиболее популярных видов спорта, по которым мы тоже проводим соревнования, – это армейский рукопашный бой. Заметьте, армейский рукопашный бой. Не имитация, как в «Динамо-20» рукопашном бое, а настоящий рукопашный бой. Да, у нас лица прикрыты масками, проволоки. Но это делается из-за того, что после соревнований человек мог выполнять свои обязанности – не ходить с синяками. Но, в принципе, каждый вид спорта, что стрельба, вы сами понимаете, она необходима при задержании контрабандистов, что рукопашка. Когда на наших таможнях кидаются не только какие-то бандиты, но и просто граждане, возмущенные, что им не дали 10 комплектов чего-то провести. Все считают, что они правы. По закону нельзя, но они говорят, а я хочу, почему не запрещают. Ведь таможня очень сложная, очень сложная, так сказать, институт государственный. Соревнования продлятся три дня. В четверг будут подведены итоги и названы победители спортивного чемпионата.